Привет! Я за тобой стояла. Где-то вот тут. У него маленькая дождь. Я сижу. Лена, объяви. Занятия в час. Занятия в час? В школе. У меня небольшое слово будет. Поближе подойдите. У нас есть человек, который живет здесь, но не ходит. И вот он говорит, вы объявляете за 7 минут, встанем на молитву. Как это на молитву? Молитва лежит и вы на нее становитесь. Я еще могу сказать. Я ввел тогда так. Говорите, встанем все для молитвы. Хотя на молитву это естественно. Евангелие от Матфея написано. И когда стоите на молитве, прощайте друг другу то, на что и говорят. Написано, стоите на молитве. Это же слово Евангелие. Евангелие человек не читает. Кроме того, это многозначимость русского слова. Я пошел на работу. Я был на работе. Где на работе стоял, что ли ты? Ну смысл-то понятно. Вот это движение, место. То есть многозначимость какого-то слова. Прям ни на чем. Захватывает враг и... Исполнили. Стали говорить для молитвы. Он совсем перестал ходить. Все. У меня было такое в университете. В университете там огромные доски такие гриппельные. И у меня три образа. Посредине Христос. Здесь Богородица. Здесь Николай Чудотворец. Записка поступила неправильно. Мне нужно вот так, чтобы Богородица справа была. А я уже знаю. Хорошо. Я получил записку. Просчитал и переставил. Но в зал обратился. Я не знаю кто. Но вижу новенькие люди. Ходить вы больше не будете. Он больше никогда не придет. В следующей неделе приходит новый человек. У вас неправильно стоят. Эту надо судать. Теперь я... Я тоже переставляю. Какая разница? Ну только я говорю, ты ходить не будешь. Всегда абсолютно одинаково. Это одна тема. Вторая. Одержимость бесовская. Приходят люди. Турки. Мусульмане. Обрезанные. Соблюдают Коран. Все. И крестят ребенка. Почему? Малые дети. Говорят, они ничего не понимают. Вот баптисты все говорят. Понимать ему и не надо. Это благодать. Дети одержимые. Я не знаю, в чем это выражается. Но турки приходят в храм и крестят детей. А приходят, их обрезывают. Дальше живут по-турецки. И он вырастает, когда большой, и бывает обратиться к Богу. Обратился и говорит, но меня в детстве крещили. Крестили в полное троекратное погружение. В церкви крестили. Там епископ, священник. Я кто? В собор епископов собрался и решили, никто. Правильно принятое крещение без веры совершенно не считается. Аннулируется. Его нету. Как будто никогда не было. Это надо помнить. Ребенок одержимый. А как узнается? В первую очередь, у него необыкновенная подвижность. Он не может стоять в храме, если извивается. Даже руки вот так вот лежат. Сложились сегодня. Он стоит вот так вот под руками. Он не может. Это явно написано. Надо просто знать. Признаки одержимости. Почему? Он не крещеный ребенок баптистский. Он не крещеный. Но все-таки его усмирить можно. Он у нас начал хулиганить. Я его сразу усмирил. И он приходит, вот так стоит все. Он может. У тебя что, лечебной крапивы нету? В интернете выставили большой плакат и написано Лечебная крапива, тире, по жопе. И никак. И он понимает ребенок. Все. Он ни в храме не может. Он ни дядю не слушает, ни деду, никого. И он непрерывно ногами передвигается вот сегодня. Я ничего не... Я знаю, его надо вывести. Дай мне его. Я его поставлю на ноги, он будет стоять. Такое не нужно никому. Его ждет большая беда. Родителям надо сказать. Крестите ребенка. Это первое. Самое важное. И дальше наведите с ним дисциплину. У одержимого, как правило, у него что-то не ладится с ушами, с глазами. Какое? Ударил колокол, он сразу уши зажимает. Это не то, что бешеный какой-то в церкви. Евангелие их читает, и она орать начинает где-то. Священник приехал на новое место. Это более древнее. Ну, и такие у него есть, называют, и кликуши. Баба там разведенная, как правило, без мужа она. Как правило, это безмужнее. Безмужнее. Их сатана подкрепляет своими мыслями. Ну, в Библии мало ли что написано. Даже Библию считают, они уже по-своему. Нет. Жена должна хозяйкой быть. Или, а если муж хозяин? Он должен доказать мне сначала, что он главный здесь. То есть, это явная одержимость. В Библии ничего не надо доказывать. Надо принимать и исполнять. Другое нам не дано. И вот, если ты видишь такое, спроси, когда у него началось. Если ты хочешь помочь. Человек, как правило, начинает говорить, и я нахожу этот грех. Неисповеданный на исповеди грех. Я, ну, 54 года, это практика. 54 года работаю с сектантами. А они сплошь жалуются. Жалуются на то, о чем я говорю. Я ничего не могу с ней сделать. Она, а ты на исповеди была? Нет. А ты был, не был. Ты на исповедь. Сходи на истинную исповедь. И ты увидишь, грех уже сладким не будет. Приезжает один человек. Крестилов, отец Геннадий Фаст. Я с ним побесел, а я вижу, он одержимый. А как, где работал, стал расследовать. Я работал на корабле. На корабле работал? С поварихой был? Ну да. Да. Ты исповедал грех? Не исповедал. Но он нормально, он ничем не выявляется где-то. Через день он начал бесноваться, пришлось вызывать скорую помощь. Псих больницы. Приехали. И он тогда, он у Валя Шитикова остановился и говорит, а я тебя еще знаю. Учишь меня, ты в раю еще ко мне подходила. А он только обратился. Он это знает. Ты не знаешь, а врачи не понимают, о чем он кричит. Но мы знаем, кто в раю был, кто подполз, кто соблазнял Еву. Если такие признаки замечаются, выход один только. Пост и молитва. Самый сильный удар против Христа ударили монахи. Главное это послушание Ави дороже поста и молитвы. Заметьте. Дороже, выше, лучше поста и молитвы. Постом и молитва это главное оружие, дальнобойная, близкая артиллерия на сатану. А лучше ли этого? Сатана говорит, нет, лучше послушание Ави. Я это когда стал считать, разобрал и сказал проповедь в грузинском храме Тбилиси-то. Там монахи еще делают, они буквально взбесились. Как вы можете сказать выше поста и молитвы, когда Христос это оружие показал? Это ясно, кто придумал. Сатана. Ну замени его другим оружием-то. Я буду хороший, я буду по-другому. Не может быть другого оружия. Ты хочешь, чтобы отошел этот грех? Я разговариваю с ним, я говорю, а когда он к тебе вошел? Он стоит в церкви, вот так вот крестит. Там громко дьякон начал читать, он уши крестит. Я его пригласил домой. Анатолий, когда-то случилось? Ну во время был удар. С чужой женщиной был. И в это время я почувствовал, как он вошел, меня вздрогнул, меня всего пронзило что-то. И теперь ничего не может сделать. Другая была в Апрунзе. Низенькая, рост такая, учительница. Залезла в шкаф. Она любила наряды. Ни на чем поймал. Я все время перенаряжалась. Как только идти, куда я залезу? В шкаф и платье перебираю. Какое надеть-то? И он в это время вошел. Дверь захлопалась, она не может выйти. Ее не видят. Пришли. Три дня в шкафе сидит. В шкафу. На чем сатана ловит? На привязанности. Где спасение? Другая деньги решила спрятать в подвал. Я делаю у них печь. Я говорю, а кому дом принадлежит? А теперь нам он принадлежит. А где? Да ее в дурдом отправили. Она в погреб залезла. Он ей сказал, возьми метелку. Она взяла. Ты была там, деньги-то спрятала. Замети за собой следы. Она зашла, веником там махнула. Он ее захлопнул и все, ее нету. Она почти неделю там сидела. Родственники ее оттуда вытащили. Это признаки, на которые надо обратить внимание и немедленно на исповедь идти. На исповедь. Если исповедь твоя была не полная, не искренная, что-то сокрылся, то она стояла рядом. Это место грех. Он теперь размножает обильно и быстро. Я об этом говорил не где-то. Самые, которых я знаю, самая ревность, это баптисты отделенные. Совет церквей, может кто слышал, знает. Они в 62-м году отделились от этих баптистов. И, ну что, власть совмешалась. Детей не водить, то другое. Они заплатили огромную цену. Около 30 человек из тюрьмы вообще не вернулись. Более 150 сразу посадили. Все руководство, Георгий Винц, все сидели. Говорили об исповеди. И баптисты вели исповедь. Вещь неслыханная. Баптисты, вообще-то, священнослужители не имеют этого сакрального права. Власть сюда не от Бога. А просто помочь. Как-то психологический анализ. Я говорю только то, что знаю. Они рассказывают. Стали исповедовать молодежь. В первую очередь молодежь. Они ужаснулись. И добрачные связи, и блудство. Как правило, оскудение мозгов – это блуд. Это при живой жене жениться там надо или что-то. Это вот сатана рядом-рядом. Одно мгновение – и он войдет. Выход один, иди на исповедь. Покайся. Прости Господи. Выведи из этого состояния. Не можешь один, второму, третьему, пятому раздавать скорее милостыню. Ищи ходатаев. Это борьба. Борьба страшная. Не надо думать, что главное для нас хлеб. Молитва завершается. Отче наш. Главная молитва из всех – молитв. Избави нас от лукавого. Избави. Это то есть мне не посильно самому создать пшенищенку, посадить, чтобы она выросла на асфальте. Бог делай, дай хлеб насущный. И здесь – избави. Мы каждый день молимся, не задумываясь о лукавом. Говорят, что один святой молился, когда и говорил – ты много побед одержал. Он говорит – по всему миру. С первого дня творения победа везде моя. Одним я говорю – церковь не надо. Третьим я говорю – следующее не имеет значения. Ну и так дальше. Два миллиарда мусульман Христа не признают. Не признают. Он был Иса. Он был. Но он не умер. Не умер. Его живьем взял на небо Аллах. Они признают. Мариам. Мари – это Мариам. Кто читал священную для мусульман книгу Коран, там это написано. Но если он не умер, а Павел говорит – тогда мы во грехах еще. Вот и весь ответ. Возмездие за грех – смерть. Он умер за нас – умер. Это самый великий обман сатаны, что он не умер. А сатана говорит – нет, не этот грех самый главный. Хотя мы знаем, что не веря в Сына Божия – это главная моя победа, что я доказал, что меня нет. Сами обстоятельства сцепились так, сложилось так. Но меня нет. На дьявола никак не говорят. Никто не говорит – заметьте, когда люди исследуют что-то, что царь, на эту войну пошел царь Николай, что это сатана его побудил на это. Сатана. И был один человек, который криком кричал – папа, не делай этого, это Григорий Пимович Распутин. Больной, прирезанный в больнице, не делай мобилизацию, не надо, погибнешь ты и весь дом твой. Ни один святой, ни кронштадтский, никто этого не говорил. Почему перед войной не было в Германии святых раз? Они не говорили, что приход гитлеров к власти обойдется для Германии полным крахом. Полным, абсолютным разрушением. Когда ковровой бомбежкой англичане стирали города с лица земли. По полторы тысячи самолетов в один день насылают на один и атака за атакой. Вся земля, говорит, город исчез. Почему Японии никто не подсказал, что впереди Хиросима, Нагасаки и полное крушение? Потому что нужно выпросить, чтобы глаз пророческий был, который обличил бы и умер. Гитлер, быть может, как Иеремия, он день и ночь кричал. Придет на выхода носа, не надейтесь на Египет. Это трость, о которой кто опирается, проколет ладонь его. Держите курс только на то, чтобы покориться Вавилону. Вы согрешили. Нельзя обороны держать. Откройте ворота. Ну попробуйте, кто-то сказал бы Сталину, откройте Москву, запустите Гитлера. Что бы с ним было-то? Одна только сказала, говорит, ну и Гитлер прет, дай-ка в Москве чай будет. Доказали сразу, вот один расстреляли. Это мне рассказывает человек, который все это видел. Значит, против поддержимости только труд Духа Святого, пост и молитва. Вот о чем я сегодня сказал здесь вам. Проверьте маленькую такую ревизию. Наведи, а чего такое бывает? Ничего, вдруг бунт. И бунт притом сильный. Заходит в храм человек. Сегодня я говорю, ну-ка открой платок. Я вижу, что поклонилась и все распахнулось. Почему не застегнут? А, что ты мне? Это признак буйной одержимости. Даже при входе в храм. Я тебе что сказал не то? Застегнись. Сатана боится, когда все спеленато. Застегнись. Ты один раз это услышал и навсегда к себе вложи. Запиши, мне сказали об этом. Если это не так, человек не прав. Прости меня, Господи. Затавус говорит, если он не прав. Но у него намерение было сделать лучше благоговение храму. Поцелуй его за намерение, за намерение. А если так, да ты обними, из рук его не упускай. Для гнева нет места. Нет места, когда сказали по делу. Мы пришли в дом Божий. Господи, я совсем не такой. Я стою столько обличительных. Я слышу слов от Бога. Мне хочется тех людей найти, их уже нету. Нету, они ушли. Теперь только в вечности мы встретимся. А я виновен перед ними. Прости, Господи. Я вовремя не осознал. Слово сказано иногда, говорит, злые языки страшнее пистолета. Не зря Грибоедов отобидел. Богу нашему славу. Спаси Христос. Спаси Христос. Игорь, Игорь, полторашку нальешь или для кошек?